так доброе утро всем что у нас сегодня 14 декабря среда стоял я первую паузу вторую половинку паркинг такой интересный блин как-то выезд против шерсти так скажем и пришлось даже ждать 10 минут блин вот этот который коллега идет впереди меня тоже ждал потому что блин напротив встал коллега опять же испанец не поверите и блин этот коллега пошел и слушай ты блин зачем ты так стал в елка же свободная как выехать теперь против шерсти что-то тут пробурчал ведь мне еще там 10 минут короче ему еще и в итоге пришлось подождать начинать работу ну кадр конечно действительно блин непонятный какой-то она елка пустая вообще просто пустая а коллега встал со мной рядом справа если он выезжать будет и он меня цепанет а я буду выезжать я его цепану короче вот такая ситуация странные люди реально при зачем становиться блин напротив выезда машины тем более получается плену против шерсти выезд елочка стоит справа выезд налево сразу как тот французов часто так вот эти вот паркинги такие как-то странно так сделано даже другой раз не понимаешь зачем они так делают получается какая-то фигня ну ладно поехал поехал поехали мы до границы девятьсот девяносто шесть километров до границы сейчас посмотрю я за так ладно тоже так ну как бы торопил тороплюсь но не спеша мне как бы есть время сегодня я все равно не приеду на выгрузку вот завтра мне уже надо будет торопиться ехать на выгрузку во времени да такие варианты мне будут тоже как вот коллеги ему это куда-то торопиться так вы недовольны был ну реально недовольны согласен если я так делают непонятно вот реально непонятно зачем вот завтра да завтра мне блин я сегодня к сожалению до испании не добираюсь где-то наверно в районе границы буду стоять потому что мне до испании еще сейчас скажу точнее чтобы быть до испанской границы мне чем ровно 500 километров ровно 500 километров поехать мне еще скажу можно сегодня 6 часов 20 минут этому по вождению по вождению но если 85 идти но это вряд ли 85 на 6 это будет 510 но еще 20 минут но при хороших условиях можно зайти конечно но надо постараться вдруг получше зайти когда я не знаю как там с паркингами на границе испании поэтому возможно я остановлюсь сделано французской границе 6 часов это считать сейчас время сколько у нас 10 10 10 4 часа 5 плюс 45 где-то в районе ну максимум 6 я буду я буду не на что там брать 45 к плюс 6 часов 645 что там считать 16 30 плюс 45 17 15 после пяти но это если ехать десятку ну в принципе я думаю что не надо мне брать последнюю десятку вторую 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 она наверное пригодится мне в Испании я думаю когда уже начнется такая скажем плановая работа не просто доставить груз из Латвии а именно уже работа когда уже надо будет ехать именно на выгрузки погрузки то есть я и так считаю что я долго еду но блин да Литва и Польша и Германия участками там конечно пришлось тормозить ну будем надеяться что здесь будет все нормально ну поживем увидим как бы кстати не посмотрел откуда этот коллега прицеп сейчас посмотрю Буавард либо француз он либо испанец тоже он наверное будет обгонять да я его могу понять ему ехать надо блин а не выпускают ну главное если бы там он стоял уже да тогда ладно можно было стать как то по другому ну блин он то приехал и видит ад я стоял этот стоял и за нами еще две машины стоял но я не знаю они там они кстати стояли когда я уже приехал со мной рядом стоял один слева он уехал еще тут вот он уехал и приехал этот вот хотя может быть им тоже надо было выезжать но они видели что этот пошел разбираться так что ну ладно так что ну ладно что хочу сказать вчера видео закончил кто не смотрел короче починил я свой инвертор но не его починил а нашел предохранитель благо я сам по специальности гражданский электрик да я и матросом электриком работал в море то есть владею ситуации понимаю что к чему есть у меня прибор хороший там я и могу измерить и сопротивление и напряжение и второе напряжение ну типа постоянный ток переменный ток сопротивление и еще что то я еще могу по моему конденсаторы могу проверить ну хороший у меня такой оба на думал уже все закончили там оказывается блин ремонт идет по полной чуть я как то поторопился а вот звонил я до этого как говорил сервис скани они мне сказали там да поставили на 60 ампер там должен быть второй предохранитель я купил два комплекта даже потому что не был уверен что на 60 вернее так скажем не продавались отдельно на 60 были комплекты там от 10 по моему до 80 ампер а вот и я взял два на всякий случай ну мало ли опять что нибудь там не так будет что то сгорит что был под рукой два комплекта но как оказалось все совсем по другому блин там один стоит и он по моему на прикуриватель наверное предохранитель на 60 я проверил его когда он еще стоял в стойке все в порядке блин а не напруги там не было не было напруги да значит это не прикуриватели потому что на прикуриватели постоянно идут хотя когда я вытащил когда я вытащил что-то писнуло может быть и действительно на прикуриватели он шел и значит это масса плохая была минус я на корпус брал не показал мне напряжение в сети вот а потом начал размышлять думать нашел один там сторонке стоит на 30 ампер и сторонке вообще как бы там его схеме нету кстати скани оказывается снимается легко до коробки добраться достаточно легко но не так как в старых там 660 шестисот сороковых или какие-то шестидесятые сканируют у меня брательника там крышка поднимается прямо пассажирская просто поднимается наверху там предохранительно стоят у меня же нету меня же надо снять открыть дверь снять боковую крышечку а потом уже лицевую там где ноги пассажиры тогда вся панель как на виду и на самой крышке есть обозначение какие присутствуют предохранители в каких этих слотах или как это сказать ну во что всунут в каких-то там этих клеммах смотрю вот этого там нету на 30 вытащил проверил блин сначала показала сопротивление 0 потом нет по а не он сразу показал сопротивление ну короче обрыв сети показал единицу а у меня я не купил такие маленькие но я вспомнил что у меня в этом в комплекте который я инвертор покупал там есть два предохранителя маленьких вот и я достал их и они как раз оба на 30 ампер то есть тоже зеленые и 30 ампер написан ну да в принципе я так предполагал что что как-то странно слишком тонкий кабель идет на это дело о блин сейчас отдыхал опять не выключил тот самый видео регистратор опять надо будет следующий раз выключить его а то потом начальное видео теряются ну хотя это не потеряется то бывает я начну уже с самого утра разговаривается потом регистратор там же круговая запись он стирает эти слишком 10 часов многовато даже не 10-13 часов для памяти он уже начинает забирать первые файлы ну короче сечение кабеля очень маленькое для 60-80 ампер честно говоря я так подозревал что что-то там не то ну удивился было бы 60-ка наверное кабель бы грелся ну ладно я бы как говорил я бы поставил конечно по-другому сделал напрямую от аккумулятора и где-нибудь по дороге поставил бы тот самый предохранитель рядом но теперь зато если что я знаю где находится предохранитель если что надеюсь не будет больше это если что потому что мне не хочется лезть там заниматься лишней ерундой тем более электроника а там посмотрел там и оптика идет оптические кабеля идут короче все круто вот ну и заработал так что сегодня я уже вернее уже вчера вечером я подогрел ребрышки ребята Наташины остатки рис ребрышки с рисом запасал вечером чайка попил горячего ну вообще как говорит Федор полный фарш и сегодня с утра кофейку сделал блин кашки поел короче как обычно у меня же как ребята я не знаю как у вас завтрак начинается но у меня их в принципе два завтрака первый завтрак это утром значит йогурт я обязательно покупаю йогурты сразу штук восемь кстати тоже йогурт надо вытащить из холодильника так морозит хорошо и замерзает у меня яйца замерзли вареные прикиньте вот то есть йогурт я съедаю потом кашу и кофе выпивай кофе после этого я на паузе на следующий который у меня там 15 минут идет уже более такой плотный завтрак это уже делаю чай и бутерброды вот ну а потом обед опять у меня бутерброды либо чай либо кофе и на ужин что-нибудь горяченькое но пока я еще не вошел так в режим да с мультиваркой обычно я там что-нибудь заготовлю включил когда поехал включил там у меня все готовится в мультиварке и и когда я приезжаю в принципе пока я еду все приготовилось все все готово что что там делать противарка она сама все делает осталось режим только еще бы еще дистанционный пульт был бы вообще здорово и короче блин все готово и тогда я мне там на пару дней еда есть но это если прохлада на улице потому что блин у меня бывало так что супы кисли особенно если там присутствуют какие-нибудь макароны либо вермишель есть такая фигня что супчик и снять так надо этого обгонять что там где-то медленнее делать коллега вроде как торопился не француз французский номер и тягач и прицеп так что вот так теперь у меня повторюсь полный фарш я в ажуре и теперь осталось только войти в ритм рабочий но это после первой выгрузки я уже буду как это форме все организационные вопросы почти решил единственное не решил еще что делать если gate не открывается там есть карточка и надо спросить пин-код потому что если карточка не открывается на этих телепассах телепейджах то нужно тогда карточку открывать если шлагбаум не открывается то нужно карточка открывать но там нужен пин-код ну это в принципе последний момент и остальные вопросы я уже понял как делаются надеюсь мой начальник не сильно расстроился что приходилось мне частенько звонить получать консультацию но это все нормально потому что я привык к нам я вообще привык порядку документах и вообще во всем процессе когда бардак у который был там на фиксе мне блин это конечно очень психологически давила вот погода кстати видеть какая я скажу так чувствуется что весна 9 градусов здесь весна здесь не зима но нету солнца есть дождь с одной стороны дождик это хорошо я как кабина теперь отмывается оттаивает надо будет только потом какой-нибудь ветошкой пройти чтобы она блестела то получается зря ее мыли там в польше перед германской границы потому что как помыли блины как-то законы работы до помыли и все они и пошел дочь так частенько бывает такое совпадение автомобилисты так говорят если помыли машину жди дождя пытаюсь я поднять эко вождение потому что в темное время суток блин когда большой трафик это невозможно сделать частенько приходится использовать ретарду видимость плохая все время на круизнике идешь когда хорошая погода все хорошо можно и накатом покататься но единственное когда накатом качестве идут ущерб скорости нужно приноровиться и все нормально у меня было я довел до ста процентов накат теперь смотрю на меня упал после вчерашнего дня 50 и на 52 даже упал вот опять дочь пошел видите такой не наш дочь не не родное такой мелкий дрызил такое как бы он есть но его нет либо наоборот его нету но он есть как тот кролик до из фильма дмб кролика видишь а он там есть так ну что 500 километров я говорил на сейчас заряжаемся как обычно два с половиной два часика едем нет нет надо постараться чтобы десятку не брать все-таки сегодня я понимаю хочется поближе к точке приехать но блин сегодня среда четверг пятница хотя вот надо подумать да по-моему я хотел про убывал их спросить вопрос именно про про регионы наверно испании я вот аппликацию скачал которая справочник по регионам решили такое еще не открывал надеюсь она интерактивная и будет мне предоставлять данные региона там где я нахожусь по геолокации я очень на это надеюсь было бы тогда здорово открываешь аппликацию тебе выдает регион там где ты находишься это было бы замечательно сейчас немножко на катиком пойдем потому что меня там коллега пытается обогнать он идет наверное все 90 это я так поеду 85 ну шел 87 но 85 я вижу что он хочет меня обогнать поля коллег коллег из польши да уже даже 25 градусов в кабине жирковато становится вот так вот вопрос бывалом бывалом по какой-то карте смотрите ли у вас какая-то аппликация есть ну я понимаю что многие уже наверное как бы наизусть знают какой регион они заезжают и там же по моему каждый регион надо менять или только когда заезжаешь или только когда заезжаешь когда заезжаешь в регион и открываешь страну утром либо как правильно это сделать заезжаешь в испанию открываешь испанию регион который поехал и все забыл и когда утром а вечером закрываешь страну тоже вводишь регион в котором ты закрываешь и утром когда открываешь страну смену на страну то же самое либо каждый раз когда въезжаешь в регион нужно каждый раз вводить регион вот это я короче не знаю надо когда будет сегодня поштудировать интернет и посмотреть как вообще правильно делать но если кто-то может подсказать в комментариях напишите я понимаю что это прочитаю уже будет поздно но все равно может быть кому-то будет интересна эта информация полезна так сказать я думаю она будет полезна особенно тем кто впервые заезжает в испанию как вот и я 70 у нас и круговая кстати заходил и на этот паркинг тоже очень так интересно блин маленький такой серый такой бусик блин шел по второй полосе и вдруг он решил быстро войти в мою полосу потому что ему нужно этот партнер блин пришлось ему не а блин не только ретартером но и блин ножки подтормаживать потому что блин скользко достаточно но ничего справился но не так что резко стал но блин пришлось подтормаживать не было такого резкого торможения потому что ну его нафиг тормозить что там с грузом кто знает но любом случае блин я принципе немножко был готов к этому потому что странные там какие-то ребята экипаж не знаю экипаж что там друзья я так смеюсь вот сегодня прочитал один комментарий по поводу почему я выбрал именно хейстер камп и скажем они крейс или я рассматривал какие-то варианты или не рассматривал я повторюсь я уже где-то об этом писал вернее говорил про то почему я попал в хейстер камп и почему я выбрал именно хейстер во первых скажу так что мне уже всякие вот эти тесты заезды экзамены блин мне уже от них плохо становится у меня начинается нервы психоз какой-то что-то надо какие-то блин сдавать экзамены нет я знаю что я сдам без проблем но сам процесс сдачи меня блин просто выпешивает блин такая депрессия просто жесть ну ладно это предисловие короче когда я еще учился на c категорию и знал что я буду уходить из рига сатекс мы и буду уходить в дальнобой мне стал вопрос куда идти понимаете про крейс очень много видео и в основном наверное только у паши короля видео относительно крейса достаточно хороший и то если не не слушать между слов так скажем потому что нужно понимать тоже у паши короля отличные видосы блин но конечно он снимает их может быть и сам но редактирует по ходу там его друг и снимает потом как оказалось тоже друг и не знаю почему у него постоянно ну не то что постоянная машина машина и он один один раз он там с супругой ездил ну молодец вообще паша мне вот его видосы по сути да они мне дали толчок пойти в дальнобой честно вот скажу вам есть еще там серый дальнобой серый дальнобой дом солнца который в принципе я посматривал еще несколько там начинающих дальнобойщиков но паша король именно дал мне толчок вот его видео да его рассказы красоты вот эти вот вещи но по крейсу он единственный который не высказывал никуда негатив остальные ребята я вот слушаю смотрел видео да там главного за топлива что-то один там говорил что у него вообще блин он еще не выехал блин с базы заехал в гараж померить топливо померили топлива и сказали блин что у него нехватка топлива еще блин списались него деньги это вообще Max замеры линейкой блин ну это какой то вообще детский сад реально чё за бред при поставьте в эти самые датчики блины и будете видеть сколько там топлива и кто его там ворует или же были что ну ладно но в крейсе такая ситуация ты приходишь устраивается в крейс проходишь там курс по 95 год если у тебя нет или даже если есть их курс за какое-то обучение проходишь а до этого тебя звали я не помню короче тестовое вождение заехать задом елочку блин и там прокатиться по какому-то участку дороги вот эти вот тестовые вещи говорю они мне блин так я бы конечно прошел понятие было бы но это был первый минус ну так июня 1 это замеры топлива на второе минус этот вот тесты третий минус что там в основном экипажи а экипаж я категорично не хочу работать в экипаже блин я уже не мальчик которому весело там я люблю сам 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 по себе что я один сам себе хозяин как говорит мой коллега игорёха самойлов сам капитан сам штурман сам старший механик старший помощник старший электрик все сам вот а в экипаже нет все таки зависимость надо подстраиваться не хочу я подстраиваться всю жизнь подстроился под кого-то когда большую часть тот под одного по-другому под начальника еще и под человек который будет с тобой здесь сидеть улыбаться и невеселым глупым шуткам ну поэтому экипаж я нет нет ну его нафиг боже упаси мне даже сейчас куча предложений если вы типа же поработать там и на португалию на испанию и на россию и цветы возить спиртной возить не ребята не хочу вот этот минус и еще то что там в основном во первых экипажи в основном там выезжают они типа на одну-две недели и возвращаются домой на сорока пятку как я понял может быть я сейчас ошибаюсь но тоже такая у меня информация была и 45 ты двое суток дома и опять в рейс нет я не хочу как я я мог так такую работу и в латвии найти и спокойно никуда не уезжай получаю примерно ту же зарплату как и хейстер камп ой как и в крейсе так скажем вот а так да я звонил в крейс узнавал до меня выбрали тоже но вот с этими тестами да надо было про и проходить тесты потом обучение потом какого-нибудь наставника задавали приехала потом тебе экипаж подбирали но это то что я видел ютюбе по факту принципе у меня есть старый мой знакомый он работает крейсе ну да он говорит ну да снимают деньги там если за перерасход топлива снимает деньги если ты где-то поцарапал машину . 5 10 но я согласен если там ты сам виноват да но ситуация то на дорогах они разные бывают не внизу ты можешь предвидеть как высчитан по царапинам я в рига сады свой привык мне уже там два раза высчитывали бен один раз когда я учился высчитали блин бордюр уехал ну поцарапал тот самый бампер передний внизу второй раз зимой въехал бордюр перед самым парком там ремонт шел я короче в яму почти вскочил бил взял руль вправо и царапнул ну то есть я считаю если я виноват значит я виноват но бывают же разные ситуации вот ну и да говорит нет проблем приходит приходил товарищ мой говорил и там говорили блин возьмем только нужно будет пройти какое-то обучение что там за машина с прицепом идет или предполицейской я кстати по дороге и дублин здесь наверно идти нельзя на показать ему что он меня обгонял гонять дружище вот ну и я принципе готов был пойти в крейс честное слово потом как-то я в объявлениях нашел хестеркам позвонил туда там работал максим как оказалось поговорил с ним и сказал что я еще цепи тегорию не сдал но планирую сдать c потом цель и тип дальнобой возьмете ли бы человека 55 лет без опыта с нуля но ведь на тяжело не будет потому что там типа у нас на 6 недель на 8 евро мне так как раз и нужно мне это не тяжело совершенно куда тогда возьмем и потом был прямой эфир и вора директора хейстеркампа на фейсбуке я послушал его позадавал вопросы и самое самое интересное что на общих условиях я писал даже и в крейс писал и и писал в эту самую дарчику стоит на 70 же тут носится и в крейс писал и в хейстеркамп писал так вот из крейса просто написали мне ответ что когда сдадите звоните пишите приходите а хейстеркамп поднесся по-другому хейстеркамп буквально там такая девочка лэлда была еще работала она мне блин каждые две недели звонила и спрашивала как дела как успехи когда планируете сдать то есть она меня как бы держала просил чтобы я держал ее в курсе своих планов и когда я уже стал экзамен на c и я уже знал куда я пойду но я приехал к ним на собеседование еще я был в рига сатвикс мы как сейчас помню это было 16 или 15 сентября я с наташей ехал с эти видео есть там как я туда ехал и собеседование прошло в хейстеркампе на ура с максимом с нас лэлды с дайгой то есть скажу мне очень понравилось отношение очень понравилось все было блин замечательно здесь правильный тут исполнит он обгон запрещен надеюсь правильно хочу проехать 24 километра но фуры идут значит и мы пойдем вот и рассказала себе что работаю на троллейбусе то еще 5 10 сразу когда ты сможешь я говорю я так не могу выйти минут написать заявление об уходе если вы меня берете я сегодня поеду напишу заявление а там посмотрим как начальство решит водителя не хватает во первых во вторых он может из-за этого может решить мне в неделю отработать 2 3 4 да еще кстати напомню я уходил из лига satax монет работа в положено три года то есть мне надо было выплатить компенсацию мне назначили компенсацию по моему 1600 евро за за затраты на мое обучение я отработал больше чем два с половиной и 50 процент 55 процентов я должен был выплатить рига satax вот такая вот так фишка но пришел да мне так и назначили эту сумму ну а начальник сказал парк директор парк или как он там начальник парк кирс что я хочу чтоб ты поработал месяц я имею право тебя задержать на месте грязно имейте право ну ну ладно как раз начиналась это пандемия да и надо было тесты проходить либо вакцину надо было делать а я категоричный анти прививочник нафига мне это надо ерундой заниматься но я принципе потом сделал прививку ну то потому что вся семья должна была делать я как отец как муж сказал тогда я делаю первым и все сделали в один день вакцины и я и жена и . и сын я пошел первым вот джонсона мы сделали одна один раз которую делают ну вот короче я игру месяц я должен был отработать я этим позвонил к эстеркам 16 сентября сказал что вот я 16 октября заканчиваю заканчиваю не 16 сентября я стал экзамен где-то там ну вот в этих числах короче что я заканчиваю 16 октября и готов к ним сразу я на биржу не буду становиться и все ну и так договорились 16 октября я уволился к ним приехал к эстеркам меня встретили вам скажу серьезно с распростертыми объятиями очень радостно и дизна сказали надо подождать по моему две недели надо было подождать там тогда когда нужно было ехать ну мне как раз я подготовился накупил то все 5 10 и вот когда я приехал к эстеркам там были уже курсы уже внутри меня уже взяли на работу из первого дня на курсы платили зарплату вот скажу так по отношению к рейсу хрестеркам каденции по 68 недель если есть желание можно и 8 можно идти работать можно и 6 можно и 8 так было ну ты просто заранее просишь там хочу еще поработать ну и дома две-три недели потом обучение не того что типа проверка тебя тебя просто обучают и потом назначает стажер кто будет остажировать и мне повезло опять что мне попал я не с и он пошел меня стажировать одним условием что никаких ночевок машинах то есть вдвоем в одной машине это вообще замечательно потому что тут парень с которым я поехал к эстеркам моста твоего стажировал там конечно чудо было какое-то было так что он блин даже закрывал дверь этот оставался на улице ну ладно это уже такие вещи местного значения вот то есть никаких проверок не было я стажировался у меня сразу взяли на работу без всяких проверок что там еще никаких высчитав за топлива нету единственное что там считает холостой ход и тебе приходит сообщение то есть мне хестеркам в этом отношении подошел другие варианты я не рассматривал или не помню куда-то я звонил нет нет где рассматривал мне были предложения моих друзей знакомых что пофиг это опыт блин звони этому тебя возьму скажи от меня скажи от меня скажи от меня но я уже определился с компанией то есть это мне как бы особо не нужно до предложения были на скандинавию тину я блин без опыта и и зима на нас узнать какая скандинавия тем более так что вот поэтому я принципе и выбрал хрестеркам первую очередь по графику выплатам и отношению и они меня реально велики они меня ждали и было видно что ждали мы потом там нормальные ребята работали лэлда максим ушел там арман стал рудолс ну там нормальный и ворс не можно нормально говорить бренд с директором и сожалению сейчас не получилось пути вернуться в хрестеркам из-за сроков из-за непонятки как бы так получилось у меня я мог бы ехать 18 мне нужно было на прошлом неделе выезжает ну так надо не хотел я сидеть ждать море погоды и вот геннадий пообещал что я не буду искать другом а хрестеркам я говорю еще раз я в комментарии написал я очень благодарен что мне позволили приобрести опыт какой-никакой это раз и я реально рекомендую новичкам у кого есть возможность устроиться рейстеркам идите в хрестеркам я ничего не имею против крейса это мое личное сугубо мое личное мнение это но может быть оно какое-то субъективное потому что не на моем опыте но на просмотрах ютюбе кстати да очень 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 важно вот именно эти просмотры видеокомпании немножко не понимают наверное не до конца понимает важность соцсетей что они говорят что про них пишут что про них показывают это очень важно поэтому те компании которых хорошо не один-два-три человека говорит скажем 6 из 10 7 из 10 это значит что к ним будут приходить люди а когда нету никакой информации не в соцсетях не на ютюбе где там еще может быть но нету информации начинается как-то сказать вопросы на фейсбуках а там один одно говорит другой другой вы короче как по как знать как бабка на двое сказала слухи слухи один обиженный 2 не обиженный и такая достоверная информация когда человек ведет канал да и рассказывает по своей работе в этой фирме все нюансы причем я говорю я когда работал на хестеркам я ни в одном видео не сказал что блин классная супер компания приходите сюда вот честно ни в одном видосе я говорю единственное говорил если вы решите пойти в хестеркам то можете сказать что мой подписчик да потому что они знали что у меня есть канал как бы этом как бы плюс мне в карму и там вроде работал это реферальная фигня чтобы пришел подносит и пригласил водитель пришел по твоему приглашению тонн отработав шесть месяцев ты там получишь какой-то бонус 150 евро или 200 я не помню но не знаю там приходили ребята от меня говорили не говорили не знаю первое время и хестеркам говорил там что вот есть канал посмотрите как начинает человек работать у вас с вами будет все то же самое честно скажу я никаких дивидендов вот этого не имел не имею не от хестеркам понятки кса не от самого ютюба у меня монетизации нету не знаю можно будет когда-нибудь там тысячи подписчиков да будет мне как бы надо тысячи подписчиков чтобы я стримы мог нормально вести прямо врубил без всяких посторонних программ начали вот последний стрим блин десять раз включала вот там проблемы вещь кто там меня тоже спрашивали промыть и монетизацию если у тебя монетизация потому что в россии на включена а платит ли ютюб его ребята чтобы youtube платил это не только монетизация нужно это нужно там какое-то количество просмотров определенного видео насколько я знаю алгоритм работы ютюба таков что за каждые тысячи просмотров какая-то копейка падает но эта копейка зависит от с какой страны просмотр и соответственно многие ютюберы да пытаются переходить на английский язык да потому что соответственно из россии беларусь из страны снг самый маленький оплату но скажем если из америки тысячи подписчиков на тысячи просмотров американцев или австралийцев по моему будет 5 долларов за тысячу просмотров за блин как голову в уши закладывает за тысячу просмотров из россии по моему меньше доллара ну вот и а у меня я не знаю если у меня вообще на канале видео дальнобой где есть хотя бы тысячи просмотров не какое-то одно видео было у меня то ли это вообще короткая была анонс лишь ну такое там 2000 просмотров или 4 даже тысячи просмотров но монетизацию у ютюбу по моему идет на видео которые больше то ли 8 то ли 10 минут но это я так да есть просмотров много то на троллейбусные темы потом есть просмотры которые я снимал для себя снимал когда ремонтировал там некоторые а менял шлейф на руле кстати сразу хочу сказать для подписчиков которые подписываются на канал думаю что я буду продолжать троллейбусные темы снимать либо какие-то вещи по ремонту машин вы ошибаетесь ребята я это это не систематически это я просто первую очередь для себя чтобы не забыть а также возможность поделиться с вами своей информацией своим опытом то есть ну что я вижу подходит появился новый подписчик идет комментарий там под шлейф а потом проходит время минус один минус два минус три потому что они видят что выходит видео совершенно другого плана но и еще это сейчас начали расти просмотр я не знаю почему по какой причине гуфик узнает я догадываюсь немножко почему а чуть позже скажу я вот сам себя сбил с темы а да вот у меня 900 сколько там 40 подписчиков а просмотров всего лишь там 80 100 200 просто есть подписчик которые подписались наверно по знакомству то подписались мы просто подписались потому что меня знают либо либо родственники либо там еще по факту они не смотрят потому что если бы 940 подписчиков просмотров 80 то сами понимаете и еще много просмотров по я же вижу по поисковикам по предоставлению предложением от ютуба они по подписке то есть ребята которые подписываются может быть забывает нажать колокольчик а колокольчик идет информация о том что вышло новое видео я никого учить не буду и особо не планировал так теперь нам скоро поворачиваются По-моему, посмотрим. Ездим прямо на 141. В смысле, не поворачивать. А, ну вот, что я хочу сказать. Просто есть достаточное количество каналов, да? У меня же голова как-то заболела, потому что, блин... Что-то не то. Высоко забрались, что ли? Не понял, в смысле, по второй нельзя ехать. По какой нужно ехать? Это только одна полоса. Многие, я так понимаю, достаточно большое количество каналов перестало выпускать видео, да? Я уже об этом, кстати, говорил. Это показатель того, что вот эти крики, мне деньги не возьмут, я с Ютуба, я ради удовольствия снимаю. Просто перестали выпускать. Я вот вижу некоторые каналы, но не выходят видосы. Значит, все-таки важны были им деньги. Наверное, поэтому начали приходить люди на те каналы, где все-таки идет... Идет это самое... Как оно называется? Какой-то процесс. Поступают видосы. Так, мне сейчас надо важно, заблудился или не заблудился. Наверное, я еду или неправильно. Наверное, поэтому сейчас немножко, как бы... Стали приходить люди и смотреть мой канал, повторюсь. Только из-за этого, я думаю, что не то, что там популярность, что у меня там крутые видосы, у меня вообще никакие не крутые видосы. У меня лайфстайл, что вижу, то и снимаю. Ну ладно, едем дальше, ребята. Так что так, все, ладно, поехали, ребята. Маркинг, конечно, меня, блин, удивил. Да, бедный там, блин, тоже опять же... Выехать не может, блин. Я, конечно, фигею с коллег с таким, блин. Желтые очки, кстати, ребята, помогают. А тут этих отблесков. Если у вас есть возможность, купите желтые. Не пожалеете. Черные тоже хороши, но они тогда... Фиговый дисплей видно, телефоны. Отменить. Телемонт какой-то, я непонятно, что тут делать. То ли дорогу делают, то ли еще что. Тут ли что-то переделают. Никого знает. Вот стоит этот слева. Португалец. Я сказал, говорю, я сейчас отъеду, ты можешь ждать назад. И будет тебе счастье. И тогда вывернешь. А ждать этого Амигоса, блин, хрен его знает. Он пошел тут, вот, я ходил в туалет, блин. Тут надо, блин, пройти. Очень... Вообще, бардак с бордюрами, бардак, блин. Тут ничего не задеть, не сломать. Экскаватор сейчас тут на меня, блин, не повернулся. Чудеса устроит, блин. Сейчас, короче, посмотрел. Смотрю, какая-то у меня надбойники, блин. Ну, внизу идет полоса. Я ее видел раньше. Но не думал, что она такая большая. Там снег был. Ну, я-то не мог нигде тирануться, конечно. Посмотрел фотографии. Да, она была. Я думал, там черная, думал, там отмою, а там царапина конкретная. Не так просто это. Закрашивать надо. Вообще, если будет, конечно, машина моей, ну, то есть, постоянной, я, конечно, поговорил с Геннадием, ну, чтобы ее как-то улучшить, вид. Там подкрасить в корпус зеркала. Поменять. А вообще, ребята, я вам скажу так. Блин, жарко, весна уже, я не знаю, лето, наверное. Потому что, блин, 17 градусов. Реально жарко. А это еще Франция. Мне 200, 260 километров до границы. Еще жарится. Но я сегодня границу не пройду. Даже если бы я 3 часа еще ехал, мне 3 часа езды. Нет, я все-таки решил, оставлю десяточку на Испанию. Что, фига узнать. Завтра приеду, например, под вечер, меня выгрузят. Надо будет доезжать куда-то. Отъезжать. Я даже еще вообще не был никогда в Испании. Я даже не знаю, где-то как там, с паркингами можно ли там стоять. Или только, ну, наверное, ночь можно стоять, наверное. Я думаю, что не проблема. А вот 20-45-ку. Кто знает. Наверное, там где-нибудь на платном надо стоять. В Италии, так я помню, что там говорили, что только на платном можно стоять. На 45-ку. Хотя на это, то, что говорили, то это и фу-фу-фу. Надо какой-то дешевый атлас купить. Если аппликация не будет работать, посмотреть. Я так посмотрел, там сейчас был на заправке, посмотрел атлас. Испании. Да, там есть регионы. Но надо по-любому, помимо регионов, обозначение их знать. Ну, я думаю, что сегодня попытаюсь найти в интернете информацию по регионам Испании. Также информацию по этому. Геннадию позвоню, спрошу. Надо каждый регион водителей, только когда заезжаешь и выезжаешь. Когда открываешь страну и закрываешь. Странно, вот так вот регионы. Нигде такого больше не встречал я. Заехал, блин, в страну, блин. В Германию, блин. Там эти у них первые, вторые, третьи у них там по номерам. Эти земли. В Испании регионы, их надо водить. Я думаю, он будет предлагать, да, там. Ну, конечно, я думаю, Испании потом будет, наверное, предлагать регионы. Только надо знать, в какой я заеду. Так, я посмотрел, говорю, там, по-моему, четыре региона проезжают. Три точно. Так, ну, сколько скоро нам в Бордо будет? За Бордо надо уже выходить на дорогу, которая идет на Испанию. Ну да, полтора, чуть больше полтора часа буду ехать. Бордо 43 километра. Чувствую, надо будет одевать шорты мне. Я, кстати, взял шорты, потому что знал, что пойду на Испанию. Так, это, ну, это то, что касается организационных вопросов. Так, все в порядке, ребятки. Едем под французскую музыку. Хотя, какая на французской большинство своем, блин, английская. Короче, едем. И будем через час искать паркинг. Ну, посмотрим по ситуации. Через час, может быть, рановато. Через полтора часа, ну, блин. Ну, сейчас, вот, скажем, три часа. Через полтора часа будет полпятого. Надеюсь, что еще паркинги не будут заняты. Сейчас как-то странно. Паркинги заняты, вот я ехал, смотрел. Но это, я думаю, что паузы стоят. Когда бывало во Франции, блин, заезжаешь, блин, полтретьего в некоторых местах, и, блин, нету места. Но это больше касается, как паркинги в городах, на заправках. Вот на заправках во Франции реально какой-то беспредел частенько творится. Я представляю, что в Испании будет твориться. Будем заранее искать пути отхода. Ну, ладно. Погнали дальше. Закончил работу. Проехал 8.52. Как раз. То, что надо. Проехал так, чтобы, блин, девяточку вложился. Две минутки оставалось. Десятку решил все-таки оставить на завтра. Паркинг такой офигенно здоровый, блин. Сейчас покажу. Ну, так особо не хочу показывать светицу с камерой. Ну, большой паркинг, реально. Очень большой. Вот еще один коллега паркуется задом. И я припарковался так. Заехал. Мог заодно, но я заехал вокруг и заехал так, прямо. Потому что места много. Ну, в принципе, все зашибись. Что еще хочу сказать. Осталось 800, по-моему, 90 километров проехать. Ну, десяточка пригодится. Не, подожди, сколько? Что-то я ошибаюсь. Ну, куча завтра я должен приехать на путь. Все будет окейно. Ладно, тут смотрят уже, как я тут снимаю. Мне не особо это хочется показывать. Ну, паркинг здоровый, я вам скажу. Ладно, что-то чуточку устал, надо сейчас поужинать, что-то сделать, покушать. Сделаю супчик, сделаю, сделаю, наверное, опять рис надо доедать с этими, с Наташинами, скварками. Так что, вы тоже садитесь, кушайте. Приятного всем аппетита. Ну, спасибо, что заходите. Если понравилось, ставьте патч вверху. Не понравилось, ничего не ставьте. Все равно YouTube дизлайки не принимает. И как обычно, ребята, берегите себя, своих родных и близких. И все будет чики-пуки. Пока. Опс, ребята, сори. А какие 800? Осталось 590 километров. 800, что-то я так загнул. Ну, ладно. Маленький бардачок тут не буду свой показывать сегодня. Приберусь. Уже поставлю на место инвертор, прикручу его. Тогда и покажу кабину. Ну, ладно, вот теперь точно все. Пока. Чао.